В прошлом сезоне мини-футбольный авангард едва не вылетел из Суперлиги чемпионата Ульяновска, заняв 8 место среди 10 команд и всего на 2 очка, опередив играющего сегодня лиги ниже ПСК Платон. Контактор в свою очередь минувший сезон закончил на 5 месте. Сегодня эти команды наполняют середину турнира на таблице и вылет из Суперлиги не грозит ни тем, ни другим. Мы там, где должны быть то, что мы делаем, то, что мы как-то тренируемся, отношения ребят. Мы сейчас вот только, я думаю, мы становимся командой того года, как мы вот были. При этом авангард стал главным поставщиком сенсации после новогодних праздников. Сначала команда тренера Владимира Афанасьева обыграла не кого-нибудь, а саму погоду в доме. А затем в грамматичном матче вырвала победу у Симкора 6-5, забив решающий мяч на последней минуте. В прошлом игре просто до сих пор достаточно короткая скамейка, они не сдержались. Сегодня команда более грамотная была против нас, поэтому было тяжелее намного. В начале поединка против контактора авангард с этой тяжестью справился. Команда здорово оборонялась и очень остро контратаковала. Один из таких выпадов Константин Ковришкин завершил ювелирным ударом поворотом голкипера контактора Дмитрия Тагашова. Было это на пятой минуте. А в концовке тайма соперники устроили результативную перестрелку. Кирилл Селезнев положил ей начало точным ударом после эффектного финта. Пока команда радовалась, Марс Кукубаев из контактора впервые переиграл голкипера авангарда Владимира Мухина. В ответной атаке Дмитрий Елимов вновь сделал преимущество ОМЗ комфортным. 3-1 в 20-й минуте назревал реванш, ведь матча первого круга победил контактор 5-4. У нас болеет наша команда. Если мы начинаем вести в 2-3 мяча, расслабляемся, все бегут вперед, сразу забить хотят. В итоге получаем голой свой ворот. Правда, уйти на перерыв лидерами игрокам авангарда не удалось. Ошибки в обороне не заставили себя ждать. Ими контактор воспользовался сполна. Сначала Максим Довлетчин сократил отставание до минимума. А затем капитан контактор Андрей Русанцев обыграл Мухина в поле и не сильным, но точным ударом закатил мяч в пустые ворота. Ничья 3-3 по итогам первой половины. Не они нас обыгрывают, мы сами отдаем игру. Ну нельзя так, ребят. Вы просто себе проблемы создаете. С каждым моментом у себя проблемы. У нас тяжело выходит из зоны мяч. Тяжело мы выходим из зоны. Не можем. Значит туда переведите побыстрее за центр поля. Указания своего тренера Владимира Афанасьева от длинной передачи вратарь авангарда Владимир Мухин принял дословно. И в самом начале второго тайма отменным забросом нашел чужой штрафной Кирилл Селезнева. Опытный форвард со второй попытки вкладывал мяч в ворота и вывел свою команду вперед. 4-3. А затем команды начали фалить. За 10 минут до финального свистка обе набрали по 5 нарушений. Первым за перебор халов пострадал авангард. Владимир Мальгин с дабл пенальти счет сравнял. 4-4. А затем настал черед держать экзамен вратарю контактора Дмитрию Тагашову. Налкипер сдюжил и удар Кирилл Селезнева с дабл пенальти отразил. В итоге ничья. 4-4. Авангард так и не взял реванш за поражение в первом круге, а контактор во втором туре подряд сыграл ничью, потеряв два догоценных очка. Я думаю, нам не хватило просто немножко фарта. Моменты были в конце, буквально на последних минутах в штангу попали. Вот где-то что-то не хватило. Зато лидеры Суперлиги набрали хороший ход и идут без потерь. Погода без видимых усилий нанесла 10-е поражение Вертеру 9-0. По дублю в составе победителей на счету Павла Трошина и Александра Гришина. Волга Промресурс так и не позволила Кристаллу поразить свои ворота, а сама забила 4. Два раза отличился ради хайрулов. Симкор на минувшую неделю играл дважды. Сначала в рамках 10-го тура уступил Мобирейту 3-6, а затем уже в рамках 14-го тура остался без очков в принципиальном матче против Динамо 1-3. К сегодняшнему дню турнирная таблица выглядит следующим образом. В лидерах Мобирейт и по набранным очкам, и по потерянным. Симбирск хоть и не играл в эту субботу, по-прежнему на втором месте. К нему приблизились Волга и погода, а далее пропасть как очковая, так и игровая. В стане аутсайдеров, похоже, все ясно. Динамо, дважды обыграв в нынешнем сезоне Ксимкор, похоже, сохранит прописку в Суперлиге, хотя играет в чемпионате еще 8 туров. Ближайший из них состоится в следующую субботу, 28 января. Особняком в этот игровой день стоит поединок погоды и Мобирейта. Неделю назад в рамках первого круга чемпионата Ульянска команда сыграли в ничью. Теперь на паритет никто не согласится. Начало матча в полдень. Редактор субтитров А.Семкин